здравствуйте мои дорогие любимые познакомилась я здесь с одной девушкой как вас кстати зовут может лена мы здесь уже всю жизнь оговорили вплоть до карт таро магии ведьмы кукол вуду и так далее она меня успокоила и сказала что если у меня в приложении стоит билет если меня пропустили если мой чемодан уже грузится в самолет то я прилечу потому что вот в первой части я сказала не знаю как наверное до киева пешком пойдем как там говорят до киева этот язык до киева доведет прицеплюсь на шасси и полечу вот в общем мы здесь общаемся о том о сём о жизни сейчас подпишемся сейчас вот мы кстати знаете чем мы занимаемся в аэропорту юти фри закрыта поэтому родственникам украинским будем покупать украинскую горилку не будет никакого виски елки-палки вообще здесь как-то глухо в общем как в мавзолее тихо и вот мы как бы здесь общаемся да я не буду говорить где я стою потому что без маски а то вдруг еще у меня там это бабушка моя подпишется на канал в ю тубе даст потом попу за то что мы тут это в курилке стоим но тут хоть маску снять можно господи знаете чем мы сейчас занимаемся мы сейчас подписались на канал самой классной самой-самой-самой моей любимой крестной в ю тубе и вот сейчас будем смотреть и и расклады потому что нам просто здесь уже мы вот мы кстати познакомились случайно начали общаться и вот потом оказалась у нас такая тема таро вот мы теперь подписываемся на все каналы и на галину стар тоже вот еще и с вами суром и сейчас будем смотреть потому что у нас самолет опаздывает у нас опаздывает самолет и мы в общем будем заниматься чем еще три канала мы будем смотреть расклады таро ну а параллельно еще будем видео конечно делать для вас если посмотрю еще 3 вы в youtube хотите нет значит человек давно живет в германии если боится камеры и бойца youtube а мне так интересно можете разговаривать все нормально да мне вот так интересно когда я приеду в украину как там будет реагировать на телефон потому что новички кто добавился на наш канал у нас в германии с семнадцатого года по моему с мая семнадцатого года потому что нам нужно было все агб все это вот переписать действует закон который называется datenschutz это значит без фото и фото видео без в вашего личного разрешения подписи и так далее делать никто не имеет права вот так вот охраняется как это по-русски называется личная сфера правильно то есть например доктор не может сказать мужу что вы беременны без вашего разрешения если я с вами сделаю селфи и мы живем в германии можете меня засудить на пару тысяч за то что без вашей подписи я открываю общественности ваши фотографии мне очень интересно как вообще эта тема в украине как в украине не тоже боятся камер вот когда пойдем в пузатую хату в балованную галю есть и вареники вот будем наедаться я не знаю пробуду там две недели на на привезу с собой 20 килограмм плюс зато буду счастлива потому что я всегда говорю вот когда ехала на автобусе из киева до нас в общем сюда поляки заставили выбросить сало которое было как тормозок я так разозлилась я им говорю вы нам просто завидуете у нас самые красивые девушки самое вкусное сало в общем все что там наедим потом обратно в госларе сгоним пока будем на метлах летать это же будет приятное время правильно меня сегодня провожала моя сестра как вы уже видели в первом видео она говорит ну скушай там за нас вареников поешь там борща я говорю ой а вы бедные здесь голодаете она говорит ну это же вареники конечно вместе с вами пойдем я еще кстати не знаю куда меня занесет я приземляюсь в киеве самолет опаздывает но будем экспериментировать посмотрим куда поезд будет туда и поедем в днепропетровск я поеду все равно сто процентов за это не переживайте днепропетровск я к вам еду если получится кстати еще новомосковска может еще и поселом поездим посмотрим что там ну и я не могу сказать что я в принципе все знаю в украине я наверное за те практически восемь лет которые я живу в германии я больше здесь видела чем что-либо в украине потому что в украине как-то ну как дом работа учеба была либо мама с папой не отпускали либо еще чего-нибудь ну вот посмотрим куда мы с вами заедем кстати украина земляки вы меня тоже смотрите и в проценты растут спасибо вам за это нас кстати смотрят уже около 20 процентов мужчин комментируйте пожалуйста будет очень приятно потому что у меня всегда просто такой мысль такая это действительно смотрят нас и и мужчины тоже нас просто канал как бы такой связан с магией мы с путешествиями или просто люди подписаны с аккаунта мужа либо сына поэтому не стесняйтесь не бойтесь мы не гусаемся оставляйте комментарии а мы не опоздаем на самолет нет а во сколько у нас посадка прислали сообщением 22 40 посадка лет посадка ну от лед уже до в общем мои дорогие в украине пойду на базар куплю метлу быстрее будет быстрее оставайтесь с нами если нам повезет там еще и в самолете видео сделаем единственно что на таможне видео делать нельзя ой даже так красиво будет как мы прилетим в киев при посадке там водичкой все так светится ой класс в общем сейчас запечатлим этот момент и я с вами обязательно выйду на связь когда меня уже впустят в самолет очень надеюсь что мой магический шерл мне поможет и целый рюкзак ваших ведьм ну и все еще остальное что я на себе ношу ну и конечно же ваша поддержка я с вами не прощаюсь я говорю до скорого а меня все таки пропустили и все получилось и несмотря на то что самолет опаздывает но все равно уже практически в самолете в самом если получится там продолжим наше видео может все получится его загрузить посмотрим они это не страшно людей очень много ну и в общем ура мы летим а мы наконец-то приземляемся все замученные уставшие с опоздания почти на час уже видим огоньки красиво жалко старта я посягу скажите что мы в киевü при семнях не бойтесь это семья яйца мы давайте на этом новом на родном украина тоже смотрит 17-22 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ура! Всё-таки приземлились. Всё получилось. И пропустили, и долетели. Вот сейчас пропускаю всех остальных, чтобы долго в очереди не стоять. Так непривычно. Здесь прохладно. Людей, в принципе, было очень много. По местному времени, если я не ошибаюсь, то, по-моему, сейчас здесь начало третьего. Там как-то везёт на это время. Сейчас посмотрим, что из нас будут внутри спрашивать. Какие там тесты, приложения, либо ничего, либо, может быть, получится просто так пройти. Класс! Немножко получилось снять вид из окна. Помогли в этом добрые соседи. Ну, в общем, я прилетела. Что-то тут сказало. С Богом! Продолжение следует...